Никанор Толстых Российского патриота и верноподданного британской королевы. К черту этот восток, эту экономику, этот форум. Ответьте на главный вопрос. Владимир Владимирович, ну вы не серчайте на воркутинского пацана. Поговаривают, что Путин, публично выразив снисхождение к школьнику, встал, покинул форум и пошел по воде, освещая путь собственным ликом. Просто этот момент не включили в телепередачу. Зато оставили другой значимый фрагмент, давший повод лизоблюдам еще раз сказать. Смотрите, как классно президент специально ошибается в исторических событиях, чтобы вашу внимательность проверить. Так что государь опять пересказал историю про семилетнюю войну и Петра Великого в союзе с Фридрихом Вторым. Все бы ничего, но на момент начала семилетней войны 1756 года Петр Первый был уже 31 год как мертв. Плакала половина экономического форума. Здравствуйте, я Екатерина Орлова и это «Картина матом». Те, кто собрались 19 сентября напугать вооруженный криминалитет своей гражданской позицией, забывают главное. Новые феодалы в силу преклонного возраста и вседозволенности настолько потеряли связь с реальностью, что даже не понимают, с какого момента они должны начать бояться ваших электоральных каракулей. Если уже который день Путину не могут сказать, что семилетняя война и северная – это две разные войны, будет ли кто расстраивать дедушку реальными результатами выборов? Пока инфантильный народ записывается в наблюдатели, чтобы строгим голосом спорить с тетками из территориальной избирательной комиссии, в России гремят традиционные предвыборные взрывы. Прошу прощения, хлопки газа воздушной смеси в жилом здании подмосковного Ногинска с отрицательным ростом этажности дома. На момент записи этого видео известны следующие данные. Взрыв полностью уничтожил 17 квартир, обрушил три этажа и унес жизни семи человек. По информации в СМИ, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. В этот же день, 8 сентября, хлопнуло в многоэтажном доме в Екатеринбурге. И в том, и в другом случае официальная причина – утечка бытового газа. ТАСС приводит слова своего источника, что причиной трагедии в Ногинске стала невыключенная на ночь газовая плита. Может, оно и так. А может, стоит прислушаться к уже ставшей народной поговорке. Если скоро выборы, обязательно проверьте подвал своего дома. На днях Шойгу заявил, что новые города на территории Сибири могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Каннска и Лесосибирска. Главный по обороне практически поставил региональным и федеральным властям задачи по созданию инфраструктуры в новых промышленных и научных центрах. То бишь, вы понимаете, если полномочия министра расширились до безграничных, он уже никакой не министр, а хозяин властей. Заселять эти города Шойгу предлагает, цитата, как населением всей России, так и нашими соотечественниками в странах СНГ и дальнем зарубежье. А пока россияне-мигранты прощаются с жизнью в Бельгии, Испании, Америке, дабы навсегда переехать в Электроград, Шойгу ищет тех, кто заложит первый камушек в Новую Сибирь. Поэтому, также, цитата, должен быть какой-то приток трудовых ресурсов из наших бывших советских республик. Итого, грядущее хищение миллиардов на строительстве депрессивных городов Ульев – это полбеды, извините за крамолу. Куда страшнее географический, культурный, даже метафизический слом России, где посредственный МЧСник явно претендует на роль главы нового тюркского Каганата с нищими агломерациями и новым этническим составом страны. Тех русских, кого не добили, общипают до костей. Потому что Кагану нужны не только новые города, но и сибирский кедровый тракт. Маршрут между Европой и Китаем, который якобы станет альтернативой шелковому пути. На деле, конечно, китайским придаткам, а не конкурентам. Вдохновители проекта – тот же Шойгу вкупе с миллиардером Дерипаской. Даже неловко говорить, что шелковый путь – это мега-инфраструктура, транспортные пути для всех видов транспорта и колоссальные денежные, человеческие и прочие ресурсы. У нас же это пахнет очередным многомиллиардным общиком, который поделят высшие чиновники и олигархи. А на сдачу возведут себе соцобъекты для избранных. Примерно как недавно Алексей Миллер открывал врата учебного заведения для детишек-сотрудников «Газпрома». Между прочим, самая дорогая школа России стоимостью более 5 миллиардов рублей. Свой краеведческий музей с сенсорными экранами, бассейн с надувным единорогом, ламой и арбузом. Обсерватория, студия звукозаписи и столовая, где филе лосося можно откушать за 151 рубль. Визуализировали? А теперь просыпайтесь, отводите своего ребенка в первый УИ-класс провинциальной аварийной школы. И не забудьте сдать деньги на шторы. Подписывайтесь на канал, распространяйте картину матом, оставляйте комментарии для продвижения наших роликов в топ. Как всегда, благодарю зрителей, оказывающих проекту финансовую помощь. Напомню, что поддержать канал можно по ссылкам в описании. Приглашаю также вас подписаться на сайт Бусти, где за небольшую плату вы можете смотреть копилку маразмов, рубрику «Картины матом». Также для наших спонсоров на Бусти доступен телеграм-чат. Там мы обсуждаем интересные новости, делимся видео со съемок и просто общаемся. Спасибо вам и оставайтесь с нами.